Всем добрый день! Сегодняшнее видео по вашей просьбе. Сегодня мы с вами поговорим про боли в ногах. Что же мы с вами можем предпринять домашних условий для того, чтобы от боли в ногах избавиться. Но, прежде всего, как врач, я должна заметить, что иногда боль это наш помощник. Это звоночек, свидетельствующий о том, что что-то в нашем организме происходит. И есть какой-то патологический процесс, на который нужно обратить свое внимание. Потому что боли в ногах это часто симптом разного вида заболеваний. Например, боли в ногах бывают не только на фуневарикоза, тромбофлебита или венозной недостаточности. Боли могут быть при подагре, при проблемах с суставами и даже при наличии триггерных точек в наших мышцах. Триггерные точки это очаги напряжения в наших мышцах. Причем очаг может быть в одном месте, а боль мы с вами можем испытывать совершенно в другом месте. Поэтому, если мы с вами длительное время испытываем боли в ногах, это повод обратиться к врачу и пройти обследование. Потому что, занимаясь самолечением, медицинским языком, купируя, то есть устраняя боль, с помощью народных средств, всевозможных аптечных препаратов, мы с вами не решаем первопричину, по которой эта боль у нас появилась. И спустя время боль может не только вернуться, она может усилиться. А сам вот этот патологический процесс, на фоне которого возникла боль, и если мы им не занимаемся, не лечим, он может только усугубиться, усилиться. Поэтому, еще раз повторю, если есть длительное время боль в ногах, это повод обратиться к специалисту, к врачу. Но, даже если вы сейчас задумались и запланировали поход к врачу, у вас сию минуту болят ноги. Я прекрасно понимаю, что это ужасное состояние, которое не дает покоя, невозможно иногда по ночам спать, и нужно делать что-то сию минуту. Поэтому мы сейчас с вами поговорим, что же мы с вами можем предпринять домашних условий для того, чтобы временно, временно повторю, избавиться от боли в ногах. Можно избавиться от боли в ногах окончательно и бесповоротно, если, допустим, это сиюминутная кратковременная проблема. Например, мы с вами находились, наработались, долгое время стояли или долгое время сидели, и это, скажем так, эпизодическая ситуация. Тогда вот те способы, о которых я поговорю чуть дальше, они действительно помогают нам избавиться от боли в ногах окончательно и бесповоротно. Но, еще раз повторю, если вы все-таки страдаете от боли длительное время, это повод обратить внимание на свое здоровье. Итак, очень часто у нас, особенно у женщин, кому 40+, боли в ногах возникают на фоне венозной недостаточности. Даже если у вас нет признаков варикоза или тромбофлепита, с возрастом, к сожалению, наши сосуды меняются. Ну, так не хочется вам говорить такое слово, что сосуды стареют. Иногда образуются теросклеротические бляшки, меняется сосудистая стенка, и мы с вами становимся склонными к появлению отеков. А я вам уже в предыдущих видео говорила, что очень часто не только трофические язвы, но и боли в ногах появляются на фоне как раз-таки отеков, потому что сдавливаются сосуды и нервные окончания. Поэтому, прежде всего, если вы видите, что у вас боль в ногах, идет параллельно такой проблеме, как отеки, нужно обращать внимание прежде всего на отеки ног. И здесь нам поможет избавиться и от отеков, точнее, правильно я буду сказать, уменьшить отеки и избавиться от боли в ногах следующие способы. Первое. Мы с вами можем, просто-напросто, если есть такая возможность, прилечь и положить подушку под свои ноги. Вы заметите, что у вас спустя несколько минут, 20-30-40, уменьшаются не только отеки, но ваши ноги испытывают облегчение, уходят судороги, уходят боли. Следующее, что мы с вами можем сделать, это контрастные ванночки для наших ног. А банально это их ополаскивание прохладной или, если вы выдерживаете, холодной водой. Холодная или прохладная вода, она спазмирует сосуды наши, тем самым уменьшая отеки и снова-таки работая над обезболиванием. А еще очень хорошо, если у вас есть склонность, вы вынуждены долгое время находиться стоя или сидеть, делать упражнения. То есть, когда вы, допустим, прилегли и подложили подушку под ваши ноги, вы можете сделать комплекс упражнений. У вас сейчас в правом верхнем углу будет всплывать подсказка, которые не только помогают устранить отеки, являются профилактикой образования трофических язв, но эти же упражнения великолепно обезболивают наши ноги. То есть, это такие простые ухищрения. Прилечь, поднять ноги, сделать холодное омывание контрастной ванночки для своих ног и это сделать определенные упражнения. Ну а теперь про аптечные препараты, которые нам помогают избавиться от боли. Прежде всего, это известный, советский, очень бюджетный, то есть доступный в ценовой политике препарат, как Менавазин. Про этот препарат я уже делала отдельное видео. У вас сейчас в правом верхнем углу будет всплывать на него подсказка, но напомню. В Менавазине на спиртовой основе замешаны два анестетика, которые нам больше известны, как навокаин и анестезин. На самом деле, вы в инструкции прочтете, что там есть прокаин и бензокаин, то есть это не что иное, как навокаин и анестезин. Также в Менавазине есть производная ментола. Так вот, спиртовая основа будет способствовать тому, что вот эти активные ингредиенты будут быстрее проникать вглубь кожи. И, соответственно, два наших анестетика будут быстрее обезболивать нас. Что касательно анестетиков, здесь все понятно. Их задача убрать боль. А вот производная ментола будет заниматься тем, что будет спазмировать периферические сосуды и вызывать охлаждающий эффект. Это первое. Второе, что будет происходить противоотечный эффект. И ментол точно так же помогает более глубокому проникновению анестезирующих компонентов. Итак, если у нас есть боль о ногах, то палочкой-выручалочкой является Менавазин. То есть вполне достаточно очень аккуратненько, тщательно смазать свои ноги, что называется, от кончиков пальцев и до колена и выше Менавазина. И боль у нас утихнет. Но я напомню, я уже в каком-то видео говорила, что если у нас есть варикозное расширение вен, тромбофлебит, то вот эти игры с сосудами, ментол спазмирует периферические сосуды, но при этом расширяет более глубокие. При варикозе выраженном и при тромбофлебите, то есть постоянное применение Менавазина не рекомендуется. Поэтому это нужно учитывать как хелп и сос, пожалуйста. И чем хорош еще Менавазин, тем, что он устраняет боли разного генеза, разного происхождения. Мышечные ли это боли, суставные ли это боли, либо это боли, связанные с влиянием на нервные окончания. Итак, у Менавазина хороший эффект. И обезболивающий, и с одной стороны мягкий противоотечный. Но, смотрите, если у нас боли в ногах просто на фоне того, что мы с вами находились, да, есть отечность, то вполне достаточно обойтись одним Менавазином. При этом хорошо бы еще прилечь, закинуть свои ноги на подушку и может быть сделать вот эти упражнения. А еще лучше, если мы предварительно ополоснем свои ноги прохладной водой и после этого мы их смажем Менавазином. Ну, теперь смотрите, другая ситуация. А если у нас боли в ногах на фоне все-таки варикоза, да, или у нас есть трофические язвы, при которых мы Менавазин, или какие-то ранки-садинки, при которых мы Менавазин применять не можем, к сожалению, не можем. Здесь, смотрите, нам на помощь может прийти, если у нас варикоз, отеки гепариновой мази. Я вам уже тоже делала отдельный обзор про гепариновую мазь. У вас сейчас в правом верхнем углу будут всплывать подсказки на это видео и говорила, что в гепариновой мази и есть тоже обезболивающий компонент бензокаин, то есть анестезин. Поэтому гепариновая мазь не только занимается тем, что улучшает микроциркуляцию, работает на борьбу с отеками, но еще сама по себе гепариновая мазь великолепно обезболивает. И даже если посмотреть на разрекламированный леотон, который содержится в гепарин, и на нашу обычную отечественную гепариновую мазь, то иногда можно даже отдать преимущество в плане обезболивания именно нашей мази гепарин, то есть отечественной мази гепарин. Также вы смотрите, с этой целью можете использовать троксивозин нео, но она больше снимает отеки, а вот отечественный аналог троксивозина нео, препарат трамблес плюс, тоже в себе содержит обезболивающий компонент. Поэтому трамблес плюс, если у вас боли в ногах на фоне варикозного расширения вен и на фоне отеков, конечно он гораздо эффективнее. Или же вы сами можете сделать домашний аналог троксивозина нео или трамблеса плюс. В этом видео я вам показывала, как смешивать пантенол, троксирутин, гепариновую мазь, для того, чтобы у вас получился домашний аналог мази трамблес плюс. И еще вариант такой, ну допустим вы применяете меновазин, но у вас есть там варикоз, все-таки вы переживаете, есть отеки. Спустя 15-20 минут, после того, как вы нанесли меновазин, и он фактически мгновенно впитывается, вы поверх можете нанести мазь с противоотечным эффектом. Например, может быть мазь арники у вас есть дома. Ту же самую гепариновую мазь вы можете использовать. Или же, если проблема именно с точки зрения сосудов, вы можете нанести троксирутин. Про эту мазь я вам тоже уже много делала видео, у нас в ютуб канале говорила, что эта мазь укрепляет стенки сосудов и обладает противоотечным эффектом. И допустим, сочетая меновазин плюс спустя время вы наносите мазь троксирутин, вы не только обезболиваете, но вы еще влияете на сосуды свои и вы еще боретесь с отеками. Поэтому вот такая вот для вас информация. Итак, смотрите, можно ополоснуть ноги прохладной водой, можно прилечь, закинуть ноги, можно сделать упражнения, о которых я вам говорила. И иногда и можно, и нужно нанести аптечный препарат с обезболивающим эффектом. Так что вот такая вот для вас информация, берите себе на вооружение, избавляйтесь от боли, но помните, просто так у нас боль не появляется. Если она вас мучает длительное время, простите, что еще раз повторяю, это повод сходить к врачу. Будьте здоровы!